Все здравствуйте! Мы продолжаем наши уроки еженедельных глав Тора Ишатра Аврама. И сегодня у нас еженедельная глава в АЕЦ. И мы немножко вспомним какие-то уроки жизни, которые мы извлекли из предыдущих глав, потому что все главы взаимосвязаны. Почему хорошо в постоянстве изучать Тору? Когда ты одну главу проучил, потом вторую главу, третью главу, и ты течешь в этом процессе, потому что когда ты одну главу поучил, потом пять не поучил, нет какой-то стабильности. Особенно вот сейчас первая книга Тора, это очень важно, как был сотворен мир, откуда взялась вообще вера в Бога на земле, как она восстановилась. Все это, когда ты понимаешь весь этот процесс. Вот эти генералы божьи, которых называют праотцы еврейского народа, это Аврамис, Хак, Яков, становление веры на земле, можно так сказать, потому что были все языческие народы. И был один народ, который верил во Всевышний. Представьте, как им было нелегко. Одни против всех. Маленький народ, пасли овец, пасли скот, находились подальше от вот этих всех цивилизаций, чтобы они могли молиться Богу, изучать Тору, заниматься, жить, короче говоря, по тем законам, по которым Всевышний сказал им жить. И прошлая глава, вот она, я хочу вспомнить, вот эта прошлая глава Талдот, порождение. Мы говорили об этом слове, и это очень важно. Да что такое порождение? Это когда вот каждый человек становится верующий. Представьте, как бы мы жили, если бы все верили в Бога. И вот мы говорили, что слово порождение в прошлое, Аврам родил Ицхака. И задается вопрос, а глава называется порождение? А у нас была точно такая же глава Ноах, она называлась Ноах. Но там точно такое же выражение, что и вот порождение Ноаха. И задают наши мудрецы вопрос, почему та глава называлась Ноах, а эта глава не называется Ицхак. А эта глава называется порождение. Потому что мы знаем, что название главы, это генеральная нить, генеральная идея всего вот этого повествования. Поэтому там акцент делся на личности Ноаха. А мы говорили, что такое порождение? Порождение это и твои дети, которых ты родил и воспитал. Но и так же самое это твои поступки и добрые дела. Потому что Авраму было сказано, что мало того, что ты научишь свой дом после себя ходить путями Всевышнего, еще и творить правду и суд. То есть вот эти тоже порождение. И мы видим, что Ноах, кого он спас, он спас только свою семью. Поэтому это хорошо, но это слишком мало. Поэтому глава называется Ноах. Там, где сказано про Ицхака, Ицхак принес, он стал последователем Авраама. Он распространял это порождение и добрые дела, и то, что называлось в то время еще монотеизм, вера в единого Бога. И поэтому акцент делается на слово порождение, чтобы мы учились у Ицхака вот именно тому образу жизни и в этом разбирались. И мы с вами в прошлый раз как раз этому посвятили время. Вот. И в нашей главе мы продолжаем вот династию Авраам Ицхак-Яков. Сегодня поговорим о Якове. Вот. Мы тоже говорили в прошлой главе, как Ривка, это жена Ицхака, она ощутила внутри себя борьбу. Да. Она ощутила, что какая-то борьба. Она была беременна, ощутила борьбу. Вот. И о чем там шла речь, что когда она проходила мимо жертвенника Всевышнего, было какое-то шевеление. И когда она проходила мимо, там были разные места идолопоклонства, тоже было какое-то шевеление. Да. И она немножко, ну, перепугалась. И она сказала Всевышнему, разве это я просила? Ну, речь идет о порождении. Да. Был Авраам, был Ицхак, все распространяли идею вот этой веры во Всевышнего. А теперь, что от меня родится идолопоклонник, разве для этого я молилась? Разве это я просила? Да. И тогда она пошла, ну, к пророкам того времени. И ей объяснили, что в тебе находятся двое. Ну, и вся вот эта вот идея, что будет два брата. Один будет праведный, другой будет нечестивый. Да. Один будет праведный, другой будет нечестивый. И вот я хочу сейчас немножко задать вопрос, чтобы мы с вами немножко подумали, подискусировали. Вот смотрите, праведная мама, праведный папа. А ребенок получится один праведный, один нечестивый. Да. Надо задать вопрос, вот от кого это вообще зависит? Ну, и нам с вами интересно. Вот если мы посмотрим вокруг, ну, тех людей, кого мы знаем. От кого зависит, вот кем вырастет ребенок. Это зависит от генетики. Это зависит от воспитания. Или это зависит от свободы выбора. От всего. От всего. От всего. Вот я так и думал, что вы сразу так правильно и скажете. От всего. Потому что да, важна генетика, да, важно воспитание. Но финиш, это всегда свобода выбора. Вот это важно понять. Потому что когда человек начинает самосожалеть себя, или, ой, у меня такое воспитание, вот другим повезло, они выросли так вот так. Это так, это как бы понятно, но это неправильно. Но это неправильно. Потому что это неправильно. Мы можем это увидеть по Торе, мы с вами можем посмотреть. Вот три фактора, да. Генетика, воспитание, свобода выбора. Вот на наших просто прародителях. Смотрите, был Авраам и была Сара. В них родился Ицхак. Генетика же нормальная. Воспитание нормальное. Порождение нормальное, да. А был Авраам и была Агарь. И родился Ишмаэль. А воспитывала больше мама, потому что мама очень влияет на душу ребенка. Да. И он вырос не совсем, как бы, нормальным человеком, да. Ну, по пониманиям Торы. Стрелял из лука у младшего брата, и так далее, и так далее. Вот, то есть, генетика, воспитание и свобода выбора. А теперь посмотрим на наших вот родителей Ицхак и Ривка. Смотрите, генетика нормальная. И мама, божий человек, скажем так, и папа, божий человек. Воспитание в одном доме были воспитаны. В одном доме были воспитаны. А родилось два брата, абсолютно от одних родителей. А один вырос праведный, а другой вырос нечестивый. Что в конечном итоге? Свобода выбора. Правильно же? И вот это очень важно понимать. Когда люди говорят, свобода выбора, я свободный человек. Они часто тоже не совсем понимают, о чем говорят. Потому что свобода, это не вседозволенность. Вседозволенность, это не свобода выбора. А вот наши мудрецы дают такое определение. Я прямо цитату записал. Это цитата Альтеребе. Это первый любавический Ребе. И он дает такую цитату. Он объясняет, что в период эмбрионального роста, когда эмбрион находится еще в очреве, особому ангелу поручается придать этому эмбриону черты, соответствующие его будущему предназначению. Это мистика, услышьте. Черты мудрого или неодаренного человека, сильного или слабого, богатого или бедного иногда. То есть это предопределено. Это делается еще и в эмбрионе. Это зависит от того предназначения, то, что люди называют судьбой. Но что сказано дальше? Однако не предаются свойства, которые соответствовали натуре, праведной или грешной. Это то, что человек имеет право выбора. Быть праведным или быть грешным. Он не может прибавить себе ни сантиметр роста, он не может сделать себе голубые глаза. Но сегодня уже может. Но в принципе, да. Есть какие-то вещи, когда ему предопределено стать богатым в определенное время. Мудрецы объясняют, он богатым станет, но он будет или грешным, или правильным. Каким путем он выберет достичь этого богатства? И это выбирает свобода выбора. Конечно, да, генетика важна, и воспитание важно, но все равно есть свобода выбора у каждого человека. Поэтому мы можем видеть иногда странные чудеса, что в семье там неблагополучное какое-то, там и генетика неважная, и воспитания тем более никакого не было. А человек пошел наперекор и стал очень достойным, воспитанным, и принес много пользы человечеству. Бывает же? То есть свобода выбора. Свобода выбора. И я просто абсолютно уверен, что если человек с детства наставить это, да, на этот путь, что ты ни от кого не зависишь. Все зависит только от бога. Раз ты тут родился, так родился, бог знает, что он делает. Он всемогущий, он все может. Значит, тебе выберет, как тебе идти дальше. Как тебе строить с ним взаимоотношения. Понимаете? Вот это важная очень точка. Здесь есть очень важный урок. Вот. Теперь давайте немножко сравним вот детей Ицхака и Ривки. Просто сравнение, да. Вот один нечестивец, один праведный. Мы начнем с нечестивого. Является ли он прям абсолютным негодяем? Или где-то он хорошие черты имеет, а где-то он плохие черты имеет. Почему называется нечестивый? В чем это определяется? Ведь у Исава было очень много положительных качеств. Более того, даже Ицхак, который был пророк, Божий человек, он хотел благословить именно Исава. И написано, и любил он Исава. Было за что его любить? Где же промахнулся Исава? Вот это нам важно понимать. Мы сейчас не осуждаем Исава. Мы сейчас и ищем пункт, где он промахнулся, чтобы самим понимать и не наступать на те же самые грабли. Да? Давайте посмотрим хорошее качество Исава. Сказано о нем, что он почитал родителей. Так как Исава почитал родителей, очень мало кто почитал вообще родителей. Он становится как пример почтения к родителям. Сказано в Медрошах, что когда он приходил к папе, ну я просто как по-современному назову, он никогда к нему в комнату не входил, там в спортивных штанах, допустим. Тогда еще не было спортивных штанов, но я имею в виду в повседневной одежде. Он всегда одевал одежду особенную, праздничную, и входил к папе, как, ну, он очень почитал это дело. Да? Вот. Что мы увидим дальше? Он был добытчиком в семье. Мы видим, что папа попросил его пойти поймать дичь, да? Причем он поймал дичь, ловил особым образом, чтобы можно было ее, ну, кошерно зарезать, чтобы приготовить кушанье. То есть он все и почитал родителей, был добытчиком, приносил мясо в семью в прошлом. В те годы охота, это было важное занятие. Ну, как бы, если бы на сегодняшнем, мы бы сказали, какой бизнесмен крутой, имеет несколько компаний, большие деньги, кормит семью, приносит деньги в семью. Ну, разве это плохо? Это же хорошо и нормально. Дальше мы видим, что он разбирался даже в тонкостях Божьего закона. Мы не говорим, что он его выполнял или нет сейчас, но мы говорим, что как минимум он разбирался. Потому что Медраж говорил, что отец его любил и уважал, потому что он приходил к отцу и задавал тонкости вопроса закона Божьего. И задавал такие вопросы, папа, а надо ли отдавать десятину от соломы и от соли? То есть, да, было принято уже тогда, люди понимали в силу десятины, что десятую часть от своего прибытка надо отдавать на служение Всевышнему. И он давал тонкости, а от соломы надо? Ведь солома это не плоды, это не урожай, а соль это вообще минерал. Надо ли от этого? То есть, он показывал вид отцу, что он очень его это интересует, что он немножко даже не хочет нарушить Божий закон. Но мы видим, что он таки, да, его все-таки же изучал, потому что он знал это глубоко. Это, кстати, дает нам такой урок, что человек может все знать, но ничего не делать. И это очень важно. Он может все знать, он может знать много законов лучше других людей, и в то же время оставаться при всем, при этом нечестивым человеком. Видите, как у нас книжечка называется «Жизнь по Торе». То есть, он все знает, но он так не живет. Это как раз то, что тут имеется в виду. То есть, он на вид религиозный, или как богобоязненный, сказать, да, на вид. Но на самом деле, если там глубже разобраться, нету этой настоящей жизни. Вот. И следующее, объясняют нам наши мудрецы, что когда Иска хотел его благословить, что он видел, что он же был пророк, что от него произойдет в будущем святое потомство. И таки, да, мы знаем, что от, ну, это уже из истории, что от Эйсава произошли в будущем очень святые люди, еврейские, которые вернулись во взаимоотношения с Всевышним, жили по западу, один из них раби Акива. Это очень серьезный еврейский мудрец, который принес очень много учения, очень много пользы еврейскому народу. Это было порождение Исава. Вот. Но, ну, что мы можем сказать, но он выбрал путь нечестивого человека. Как это сказано, он пренебрег первородством. Что значит пренебрег первородством? То есть, он отказался от, вот тех святых идей, которые были в его доме, а выбрал путь запретов, ненавистных Богу и его семье. То есть, тоже Медраж рассказывает, какие у него были грешки, не будем все перечислять. Ну, например, одним из самых важных, он любил именно замужних женщин. Да, это был запрет, и вот почему-то у него такая радость была, да. Ну, были и другие негативные явления, но вот это вот, а это очень серьезный грех. Это запрет Всевышнего, даже для народов мира. Вот. Запрет иметь интимные отношения с замужними женщинами. Ну, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее, да. Чтобы в противовес поставить, почему же, если у него столько хорошего, почему же он называется нечестивым. Потому что он выбрал путь запретом. А первородство, вот это то, что было связано со святостью его дома, то, что было у его дедушки, то, что было у его отца, вот эта связь с Всевышним, они приносили жертвоприношение тогда, имели связь с Всевышним, учились, старались жить так, обучать других там окрестных людей. Вот. То это ему было все не до этого. Да. Как мы можем это, например, увидеть сегодня? Два пути, например, человек, ну, в начале, допустим, да, он и молится, и что-то изучает, и потом Всевышний благословляет дела его рук. И у него начинает успех происходить там в бизнесе, в делах, он начинает разбогател. И потихоньку, 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 вот это второе начинает преизобиловать, а то второе становится неважным. Почему-то человек говорит, руки мои приобрели, это я ж учился, я ж трудился, я договора заключал, это я. И потихоньку, потихоньку этого становится много, а того становится совершенно мало, и сходит немножко на нет. Человек перестает что-то учить, перестает молиться, перестает думать о сдохе, о добрых делах. И постепенно, постепенно, конечно, он теряет духовную силу. А потом деньги открывает его путь к различным соблазнам. И потихоньку, потихоньку, потихоньку человек, не дай бог, может стать уже и давно отступившим от правильной линии. Я просто рисую картину, не дай бог, чтобы это с кем-то из нас происходило, но мы тут видим, вот пример такой, это нам пример назидания. Вот, теперь давайте посмотрим обзор жизни Якова. Обзор жизни Якова. Вот мы тут можем увидеть свободу выбора, да, вот сейчас, вот была свобода выбора Эйсама. Он и так жил, и так жил, все равно выбрал путь неправильного человека. Вот. И хочу сразу сказать скрытый смысл. Мы сейчас будем жить Якова, то есть открытый смысл, как бы, пшат называется, прямой смысл, а есть скрытый смысл. И нам мудрецы объясняют, что в принципе, что здесь описывается? Здесь описывается, как бы, два разных брата, два разных брата, но на самом деле, можно смотреть на это, как противоречие внутри себя. Есть в каждом человеке раздвоение души, есть Яков, а есть Исав. Есть то, что твою душу тянет к морали, к святости, к связи с Всевышним, а есть то, что тебя, как природно, тянет в какую-то другую сторону. Всегда есть вот этот выбор, да? В каждом определенном случае человек становится перед выбором, предать ему или не предать, наступить на свои ценности или не наступить. Как вот хорошо Редовер Байтман сказал, что есть два пути, да, когда жизнь тебе говорит, что у тебя ничего не получится, все очень трудно, кто ты такой, чтобы стать успешным. Человек говорит, да, действительно, все так трудно, я никакой так и буду жить. Это первый путь. А второй путь, это когда ты говоришь, нет, я прорвусь. И ты прорываешься по жизни, но когда ты приходишь к успеху, это уже не ты, а это уже другой человек, который много раз продал, много раз наступил на свои какие-то ценности, много раз изменил, и за жаждой за успехом он потерял себя. Вот свобода выбора. Так и то, и то плохо. И то, и то плохо. Надо выбрать среднее арифметическое, достичь успеха, и при этом остаться собой. Вот так прожили Авраам, так прожил Ицхак, так прожил Яков. Это пример для нас. Можно и добиться успеха, и остаться самим собой, даже еще больше, развить себя, улучшить себя, усовершенствовать себя, благодаря Всевышнему. Вот это вот как раз тот урок, который мы отсюда находим. Вот что нам сказано про Якова, что Яков был человек шатра. Он учил Тору, он не был таким воинственным, таким сильным человеком, как Исаб. Он любил Тору, он изучал те знания, когда еще не было Тора в таком понимании, как она появилась у горы Синай. Но были живы его прародители, Шем, Эвер, была духовная школа. И мы знаем, что когда Яков убежал из дома, когда ему угрожал Исав, грозился убить его, мама об этом узнала. И она снарядила Якова, чтобы он пошел к ее брату, в ее селение, и там спрятался от преследований брата, и женился там. То мы знаем, что перед этим Яков пришел в этот духовный центр, так его назовем, Шема и Эвера, и обучался там 14 лет. А поймите, кто такой был Шем? Шем это был еще сын Ноаха. И кто лучше, чем Шем, знал, как остаться Божьим человеком в трудной ситуации среди тех, кто вообще ничего о Боге не знает. Он выжил среди потопа, поэтому у него была там серьезная школа, и мы видим, что Яков прошел серьезную школу выживания духовную. И когда он дальше пошел и попал уже в те селения, там, где все были, не соблюдали законы Божьи, люди были идолопоклонники, даже сам Лаван был идолопоклонником, потому что мы видим, что когда его дочка уходила, она забрала его Башков, его идолом. И при всей вот этой вот компании Яков остался человеком, сохранил всю свою семью, все его дети остались верующими людьми. И он вернулся в землю Израиля. И вот наша глава называется Ваице. И слово Ваице это первое слово, с чего начинается наша глава. И вышел Яков из Берешевы и пошел в Харам. И почему глава называется Ваице и вышел? Почему не называется просто и пошел Яков в Харам? Зачем сказано и вышел и пошел в Харам? Наши мудрецы объясняют, это же вопрос. Просто сказали бы и пошел в Харам. Почему и вышел? Вот так вот это вот слово объясняет, что и вышел, что благословение идет за праведником. что когда он вышел оттуда, с ним пошло его благословение. И как мы можем это увидеть? Когда он пришел к Лавану, открыл колодец, написано вода в колодце поднялась. Потом в будущем, когда он придет в Египет, вода в Ниле поднялась, ее стало больше и голод прекратился. когда Лаван, например, побыл там уже Яков, и Лаван сам сказал, с тех пор, как ты пришел к нам, мой дом пришло благословение. Там, где идет праведник, с ним идет благословение. Задается вопрос, почему? Задается вопрос, почему? И мы рассмотрим это на примере Якова. Ну, во-первых, Якова благословил отец. Да, мы знаем, что он вот это вот взял первородство, получил благословение отца. Вот. Но в чем же был секрет его успеха? Ведь мы же знаем, что, вот, например, про Авраама, Ицхака и Якова, нигде в Торе не сказано Бог Авраама, Ицхака и Якова. А что сказано? Бог Авраама, Бог Ицхака и Бог Якова. Почему? Потому что то, что мы говорим, есть генетика, есть воспитание. Воспитание. Яков был научен своими прародителями, получил благословение. Ну, вот есть точка свобода выбора, когда Яков заключает свою договоренность с Всевышним. И с этого момента его благословение, ну, оно распространяется, оно увеличивается. До этого на нем уже было благословение. Но мы сейчас увидим, как благословение приходит к нему прямо с небес. И это очень интересно, благодаря ему личному выбору. Уже не благодаря благословению просто его родителей. Сказано так, когда он уже убежал, то и наткнулся он на то место, сделал из камней изголовье, и снилось ему, вот лестница стоит на земле, а верх достигает небес, и ангелы Всесильного поднимаются и спускаются по ней, и Господь стоит над ними говорит, я бог Авраама твоего деда, и бог Ицхака твоего отца. И дальше он начинает давать ему благословение, землю эту я отдам тебе и твоему потомству. Ну, улавливайте. В чем заключается обещание Бога. Я размножу потомство твое, как звезд, и так далее. Благословятся тобой и твоим потомством все племена земли. То есть ты будешь благословением не только для еврейского народа. Да? Вот. И вот я с тобою, лично ему говорит, вот я с тобой сохраню тебя везде, куда не пойдешь, и возвращу тебя в эту страну, не оставлю тебя, пока не сделаю то, что говорил тебе. И Яков проснулся от этого видения. Вот. И что он тогда сказал? мы видим, что лестница стоит, да, интересно, один конец на земле, второй конец упирается в небо. То есть такой портал своеобразный. И ангелы поднимаются и опускаются. И надо заметить, что они вначале поднимаются, а потом опускаются. В этом есть для нас интересный потрясающий урок. Потому что это сама идея, она работает так же сама для любого человека. И Яков когда проснулся говорит, это место, где открывается Бог. И это не что иное, как дом всесильного. Это врата небес. И Яков дает обет, ставит камень. И говорит, камень этот будет домом всесильного. А из всего, что дашь мне, посвящать буду десятину тебе. То есть мы видим, что Всевышний обещает что-то Якову. И Яков в ответ что-то обещает Всевышнему. И у них получается свой такой личный завет персональный. Уже с Яковом, уже не благодаря праотцам, а уже завет. Мы немножко потом в конце поговорим, как это сегодня, что это за принципы. Построить храм, дать десятину от всего. И почему ангелы поднимаются и опускаются. И объясняют нам наши мудрецы, есть картинка в книге Йова. Если вы помните, всесильному и также сатан пришел и начал обвинять Йова. Что происходит? Объясняют нам наши мудрецы. Вот, что как работает? Вот, он же увидел это во сне, то есть ему было показано принципиально, как Всевышний сохранит его, как он его поможет, ну, как это все происходит, да? Потому что он праведный человек, получил благословение Отца, сам дал обещание Всевышнему, у них произошел завет, да? То он своими делами, своими поступками, человек, жизнью по законам Всевышнего, он создает ангелов здесь на земле. И потом эти ангелы поднимаются наверх, как бы, да? В общем, докладывают Всевышнему о этом человеке, и Всевышний посылает других ангелов, которые более сильные и мощные, которые будут сопровождать этого человека по жизни, то, что говорят ангел-хранитель. И мы сейчас увидим действие, прямо в нашей главе написано все, как эти ангелы там разбираются. Я хочу сказать, что это так работает, это тайны духовного мира, как это работает. Точно так же работает и наоборот, если человек делает зло, то он создает нечестивых ангелов, и они вокруг него создают такую атмосферу, когда они же тянут с него кровь пьют, короче говоря, с его души, они закрывают ему возможность получить какое-то благословение, да, вот почему человек с таким внутренним состоянием, он точно дойдет до распаяния, почему, потому что нет ему радости на этой земле, и поэтому намучившись его душа скажет, Господи, за что мне все это, потому что он сам своими поступками породил вот это зло вокруг себя, и когда он попросит у Бога прощения, и породить вот это вот новых ангелов, то вот этот клип, эта шкарлупа вокруг него будет разрушена, и тогда у человека начинается легче дышать, и начинаются какие-то хорошие перемены вокруг него, да, но мы нашему Якову, то есть мы видим, что ну в общем ангелы не спускаются, и Яков идет туда, в эту землю Лавана, да, я не буду сегодня перечислять все события, что там происходили, у нас целая неделя, думаю, каждый, вот есть книжечки, каждый поизучает эту главу, поймет комментарий, но мы разберем пару сюжетов, как Бог помогал Якову, вот, мы знаем, что он получил в жены Лею, получил в жены Ривку, и двух их служанок, вот, и потом он остается еще на семь лет, так и говорит Лаван, что останься еще поработай, мы получили большое благословение от тебя, вот, и еще на семь лет Яков остается там на работу, и Лаван пытается всячески обмануть его, и мы видим, кто изучал уже эту главу, там вот эта идея, что он берет прутики, делает там целую систему, ставит их возле ручья, туда, куда приходили овцы пить, и там сказано, что интересно написано, и там сказано, ну, когда Лаван хотел его обмануть, что происходит, мы можем увидеть, что ангел дает ему информацию интересную, ангел дает ему целую бизнес стратегию, как ему разбогатеть, и как чтобы его не обманули, то есть тут же тебе и защита, тут же тебе и развитие, и умножение капитала, ну, если говорить сегодняшними мерками, и там сказано, и сказал мне ангел всесильного во сне, посмотрите, ангелы не просто с ним пошли, они пошли и чтобы защитить, и мы увидим это в конце, потому что Всевышний же не дал Лавану обидеть, Якова, защитил его во всем, да, все эти годы, 20 лет хранил его, и дал ему разбогатеть, не дал ему обокрасть, не дал у него ничего забрать, хотя Лаван это реально хотел, и дает ему стратегию, и он говорит, все бараны, поднимающиеся на овец, полосатые, крапчатые и пестрые, потому что видел я все, как Лаван обманывал тебя, то есть этот ангел передает ему информацию, да, он говорит, мы там на небесах всесильные все знают, он знает, что Лаван мошенник, а ты человек праведный, поэтому вот тебе стратегия, и когда бараны поднимающиеся, вот о чем там говорится, что когда овцы приходят на водопой, и когда они разгоряченные, то есть, когда они занимаются совокуплением, он говорит, поставь вот эти палочки, и они будут смотреть на эти палочки обтесанные, и они будут зачинать, и тогда приплод крепкий, который будут, они будут именно в крапинку, они будут в полосочку, они будут те, которые будут твои, то есть, он ему дает бизнес-стратегию, вот сегодня, например, люди в такое не верят, что можно получить какую-то идею, от кого же ее можно получить, такую вот конкретную, которая приносит какие-то, какие-то плюсы, а мы видим, что это вполне была возможная идея, да, и все же вокруг нас ничуть не изменилось, просто надо увидеть вот этот завет, вот эти отношения, почему так благоволил, почему те ангелы, которые поднялись, и они же потом и спустились, вот, и мы видим дальше, что когда пришел к Лавану, ночью во сне, и говорит, берегись, чтобы не говорить тебе Якову ни хорошего, ни плохого, и мы видим дальше, что Лаван заключил союз с Яковом, вот, и когда Яков пошел своим путем, интересный момент, написано, и встретили его ангелы всесильного, и Яков сказал, это стан всесильного, и нарек имя, место тому, Маханаем, два стана, то есть, что мы видим, когда ангелы спустились, сопровождали его в другую землю, там помогли ему все, что Всевышний сказал, и вернули его обратно в землю Израиля, и там встречают его другие ангелы, другой стан, то есть, они его передали, конвой передал в руки другого конвоя, те ангелы, которые ответственные были на земле Израиля, то есть, мы немножко так присняли завесу и увидели невидимое, как происходит, ну, событие, которое нам открывает, то, которое мы не знаем, ну, кстати, я вам расскажу личный пример, когда-то рассказывал, вот, у нас тут есть город такой, Горкнет-Днепровск, и там есть один человек, он прорицатель, к нему приезжают люди с разных, с разных сторон, там, автобусы целые, он им что-то предсказывает, предвидит, и меня как-то люди попросили, ну, посмотреть на него, шарлатан или нет, я записался к нему на прием, захожу, он мне говорит, присаживайтесь, я сел, вот это вот, не дать нельзя, чистая правда, как было, он мне говорит несколько слов, больше ничего не стал, говорит, я вижу, с вами ходят два сильных ангела, вы делаете добро и будете делать его до конца жизни, я говорю, все, он говорит, все, спасибо на добром слове, да, ну, так-то он это, а, я не знаю, смотрите, я просто, у меня есть определенное мнение по этому поводу, он не совсем шарлатан, но там много происходит, что-то хорошее, что-то плохое, там вот такой сыр гор, но сама идея интересна, да, вот я не вижу ангелов, я знаю, я верю, что они есть, и они ходят, а ему как-то дается видеть, и я, как-то удавалось видеть, он говорит, о, это стан ангелов, назовем это место Маханай, два стана, он как-то их видел, пророческим взглядом, то есть, есть люди, это исключительные, конечно, вещи, да, но мы видим в Торе, что такие были, и это были не только там какие-то супер совершенные люди, весь в тонах как-то люди видели ангелов, кому-то такой дар дается, но сам факт, нам интересно знать, как это все устроено, да, что когда ты строишь взаимоотношения с Богом, когда ты стараешься так жить, тебя реально охраняют, тебя реально не дают в обиду, и у тебя все вроде бы так происходит, можно сказать, случайно, но ты-то знаешь, что это не случайно, ты понимаешь, что ты запустил какие-то духовные процессы, и это происходит вокруг тебя, вот, теперь немножко вернуться вот к этой точке личного завета, я бы так сказал, да, что значит, вот он сказал ему, что я на этом месте построю дом всесильного, и отдам десятую часть всего, вот если взять самый простой смысл, подходящий для каждого человека, что такое на этом месте дом всесильного, конечно, в прямом смысле, это же было место, вот эти камни, где он неожиданно остановился, почему там не описывается, потому что там известно, что это было за место, это место было там, где Авраам, на вот этом жертвеннике, сделал жертвенник, и пытался принести Ицхака в жертву, когда Всевышний сказал, не надо, на этом месте сегодня, в Израиле, находится, ну, храм, который там стоил, место храма, там действительно построили дом Всевышнего, приносили жертвоприношение, это портал Всевышнего, да, но если разобраться вот сегодня, вот это идея, что такое построить дом всесильного, в рамках общечеловеческого выражения, это Всевышний хочет, чтобы мы построили здесь, ему все мы люди, построили здесь дом, чтобы он, как папа, мог жить здесь с нами, как с людьми, чтобы было чисто, да, чтобы было, чтобы мы жили по его законам, и это задача каждого человека, каким путем это можно сделать, да, очень простым путем, то, что делал Рам, приобретайте учеников, когда человек только сам для себя выполняет законы, как это делал Ног, это хорошо, но это программа минимум, но когда человек беспокоится еще, чтобы сделать дом для Всесильного, чтобы приобретать учеников, чтобы другие начинали учить Тору, и другие включались в этот процесс, ему дается особенные силы с небес, и поэтому именно после этого завета, когда Яков сказал, я вот это буду делать, то пришли особенные силы для него, и особенное благословение, и он сказал, я отдам тебе десятую часть всего, ну, все знают, что такое понятие десятина, да, мы не будем сегодня об этом говорить, это значит, чтобы для выполнения вот этой миссии, чтобы распространять свет Торы, чтобы приобретать учеников, да, я буду тратить какую-то часть своего, и времени, и энергии, и материальных каких-то возможностей, да, десятую часть от своего прибытка, на это уходит, и когда Он сказал, что я вот это вот буду делать, то пошло все то, что мы с вами видели и слышали, работает ли этот процесс сегодня, попробуйте, испытайте Всевышнего, скажите Ему такие же слова, что Всевышний, я буду не только сам, но еще стараться распространять твой свет, чтобы этот свет умножался по земле, помолитесь Всевышнему, то есть, это о чем говорится, что учись сам, и помоги стать учениками другим, да, вот, наши мудрецы говорят такую фразу, на этом закончим, что изучать, изучать Тору необходимо, почему, потому что понимание Торы не переходит по наследству, поэтому надо приобретать учеников, Авраам приобретал учеников, Ицхак рыл колодцы, и находил там живую воду, чтобы люди могли эту живую воду пить, понимаете, потому что по наследству знания Торы не переходит, если я знаю Тору, если я не научу людей, которые просто со мной общаются, так я ее буду знать, а они нет, да, поэтому это надо распространять и передавать, и сказано о Ароне, что он любил людей и приближал их к Торе, то есть как можно проявить свою любовь к людям, приближая их к Торе, любыми путями, используя свои средства, свою энергию, свое время, найди тот формат, который тебе приемлем, ну, найди то, чтобы это не отняло у тебя твою собственную жизнь, найди гармонию между своим личным временем и время, которое ты можешь посвятить для других людей, чтобы ты сам учился и кому-то что-то передал, да, возьми человека, приведи на урок, возьми человеку, дай лекцию, ты можешь распространять эти уроки в Ютубе, там, во всех средствах массовой информации, каждый сам себе определяет, как он может распространять этот свет, сегодня у нас такое время, человек, который умеет делать что-то в интернете, он может взять одну лекцию и распространить ее гораздо на больших людей, чем сам лектор, который это наговорит, человек должен найти свой формат, да, как он делает эту землю домом для Всевышнего, чего я нам всем и желаю, всем хорошей недели, и чтобы что-то мы отсюда взяли и практически применяли в свою жизнь. Будьте здоровы! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!